Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня наш выпуск посвящен, с одной стороны, немного сложной, но с другой, интересной и важной теме. Мы поговорим о финансах и о бюджете нашего города. И у нас в гостях депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Аксенов. Здравствуйте! Здравствуйте! Вячеслав Викторович, в Заксобрании второго созыва вы возглавляли комиссию по бюджету. Как вы оцениваете работу Законодательного собрания, нашего парламента, нашего городского правительства в этом направлении? Ну и каким видится вам главный финансовый документ нашего региона? Я скажу, что за последние годы у нас качественно изменилась работа с бюджетом. И со стороны Законодательного собрания, и со стороны правительства города Севастополя. Если бы по размерам бюджет этих годов был примерно на одном и том же уровне, около 80 миллиардов рублей, то по содержанию достаточно серьезные произошли изменения. Ну, прежде всего, стабильный, высокий рост доходной части бюджета. Ну, вот я недавно смотрел материалы стратегии, которая была принята в 2017 году. Тогда собственные доходы бюджета составляли 12 миллиардов. Вот, сегодня собственные доходы бюджета уже приближаются к 30 миллиардам. То есть рост более чем в два раза. С другой стороны, по расходной части. Если пять лет назад мы были довольны, когда исполнение бюджета было на уровне выше 85%, то в прошлом, в 2023 году мы закончили с результатом 95,5% исполнения бюджета. То есть эффективность работы по реализации тех возможностей, которые заложены в бюджете, это не просто потратить деньги, это выполнить мероприятия, которые заложены в бюджете. Эффективность работы намного выросла. И произошло это в значительной мере благодаря тому, что улучшилось взаимодействие между законодательным собранием и правительством. Бюджет – это живой организм. Город живет, у него какие-то потребности уходят на второй план, какие-то появляются новые, где-то экономия. Нам важно вовремя на это среагировать и перераспределить средства, для того, чтобы с одной стороны имеющиеся ресурсы не простаивали, с другой стороны, чтобы какие-то новые острые проблемы решить в как можно более короткие сроки. Но для этого нужно оперативно принимать решение о перераспределении бюджета. Так вот, если 5 лет назад процедура внесения изменений в бюджет занимала от месяца до двух, то последний год мы эти вопросы решали, как правило, в течение недели, а иногда даже буквально за 2-3 дня. Вячеслав Викторович, я не могу не спросить, кассовое исполнение Вы сказали, что значительно выросло с 80 до буквально 90 с лишним процентов? 95 с половиной, да. В принципе, да, такая возможность появилась, но такая возможность появилась уже где-то лет 5 назад. На сегодняшний день этой возможностью правительство не злоупотребляет. То есть, конечно же, когда работаешь с проверенным поставщиком, вероятность того, что сорвется конкурс, аукцион, или будут обжалованы его результаты, или потом возникнут какие-то неувязки с тем, кто победил, а не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, риски эти существенно снижаются. Но, тем не менее, все-таки конкурсная процедура не остается основой, потому что приоритет по поддержке конкуренции, по борьбе за снижение расходов, он остается. Вячеслав Викторович, вот в новейшей истории Севастополя у нас бюджет всегда был, во-первых, дотационный, да, во-вторых, всегда расходы превышали доходы. Вот Вы какие видите риски, возможности именно вот в таком раскладе городской казны? Ну, я так скажу, что, конечно же, можно было бы подтянуть пояса, вот, сэкономить до предела, сократить социальные программы, прекратить развитие, и мы могли бы за счет собственных доходов каким-то образом существовать. Я думаю, что даже лучше, чем в украинские годы был бы уровень. Но, но, система финансирования в Российской Федерации выстроена таким образом, что в центре аккумулируются достаточно большие ресурсы. И за счет нефтегазовых доходов, и за счет части доходов, которые собираются в регионах. Вот. Не все налоги, которые собираются у нас в Севастополе, и не все отчисления остаются в Севастополе. Те же самые социальные отчисления мы направляем наверх. А потом наши пенсионеры получают деньги из социального фонда, вот, но это не идет через бюджет Севастополя. Вот. Налог на добавленную стоимость он составляет у нас значительные суммы. Вот. Он тоже уходит в федеральный бюджет. Понятно, что потом мы получаем деньги из федерального бюджета. То есть, ситуация такая, что это разумно и логично, когда центр имеет возможность концентрировать у себя ресурсы и направлять туда, где они нужнее. У нас ситуация более проблемная, чем в некоторых других регионах Российской Федерации. Поэтому, естественно, что мы получаем большую поддержку со стороны федерального центра. Я считаю, это правильная политика. За счет этого мы, прежде всего, проводим капитальное вложение, то есть, модернизируем нашу инфраструктуру. У нас приведены в порядок две трети наших автодорог. Огромная работа проделана. Это не только трасса Таврида. Это мы все видим и в каком состоянии достаточно хорошем у нас. Все городские дороги, многие междворовые проезды. Хотя далеко не все в порядке, это тоже очевидно. У нас большие выполнены работы по модернизации нашей системы водоснабжения. Множество сетей, переложенные за счет этого, утечки сократились. Построен новый водозабор на реке Бельбек. То есть, создается инфраструктура, благодаря которой и люди себя чувствуют комфортнее. Ну, я не говорю и про школы, и про медицинские учреждения, в которые тоже производится вложение, закупается оборудование, ремонт и так далее. И люди чувствуют себя комфортнее, и создаются условия для бизнеса. Хотя, конечно, еще много предстоит сделать. Важно отметить, на мой взгляд, поправьте меня, если я ошибаюсь, у нас правительство, наверное, последние только два года стало очень умело использовать кредиты. То есть, в целом регион не имеет каких-то заемных обязательств. А тут они грамотно берут небольшой кредит, сотни миллионов, направляют на ремонт какой-то автомобильной дороги, и потом тут же этот кредит гасится. Да, деньги заемные используются. Используются на краткосрочные нужды. Они быстро гасятся. Есть возможность даже эти заемные кредиты гасить, практически не возвращая денег. То есть, идет система зачетов обязательств. Никаких долгосрочных, серьезных заимствований у нас нет. Хотя, бюджет допускал, бюджет 23-го года и бюджет 24-го года допускал коммерческие заимствования. Но коммерческие заимствования, в отличие от бюджетных, очень дорогие. Вот. Мы, как бы, для страховки, ну мало ли, вдруг возникнет какой-то кассовый разрыв, и надо будет выплачивать те же самые пособия или заработные платы там врачам, учителям. А у нас в этот момент нет денег. То есть, где-то возможность перехватить есть. Но этой возможностью еще ни разу не пользовались, именно коммерческого кредитования. И я надеюсь, что не воспользуются. С другой стороны, последние два года наше правительство эффективно использует возможности и противоположные. Не только брать, но и размещать средства. То есть, есть периоды, когда средства свободные. И на счетах бюджетных учреждений, и на счетах отдельных подразделений правительства. Вот. Департамент финансов научился аккумулировать эти средства и временно размещать на счетах казначейства. За счет этого получены дополнительные доходы в бюджет города Севастополя, которые исчисляются сотнями миллионов рублей. Это очень серьезная такая подпитка нашего бюджета за счет именно мастерства наших финансистов. Вячеслав Викторович, вот не могу не спросить. Такой вопрос о будущем. Вот ваш прогноз, Севастополь сможет когда-нибудь сам себя обеспечивать? То есть, прям, чтобы наши доходы превышали наши расходы, без учета федеральных дотаций? Ну, либо мы движемся по пути такой условной Москвы, когда все ресурсы стекаются в центр? В принципе, в Российской Федерации, ну, еще года три назад, вообще, только где-то 10-15 регионов были на самообеспечении, то есть, собственные доходы их превышали расходы. Остальные регионы у нас были бюджетно недостаточными, то есть, без дотации и субсидий у них концы с концами не сходились. Я думаю, что эта ситуация общая, связанная с политикой, направленной на повышение управляемости регионами. Понятно, что центру необходимо какую-то часть ресурсов концентрировать в своих руках и затем распределять по регионам для того, чтобы проводить единую политику. Поэтому вероятность того, что у нас ситуация будет улучшаться, безусловно, она будет улучшаться. Сможем ли мы в ближайшее время стать совершенно самодостаточными в условиях ограничений, действующих на работу нашего порта, ограничений, действующих на экспортной и импортной операции, но это представляется малореальным. Почему? Потому что именно наиболее мощные бюджетнообразующие предприятия у нас были связаны именно с этими направлениями. Порт, море, перевалка, экспорт, импорт, высокотехнологичные отрасли, которые реализуют свою продукцию за рубеж. К сожалению, вот эта возможность у нас ограничена, но есть и противоположные у нас возможности, которые как раз в этой ситуации возрастают. Из-за тех же самых ограничений лучше себя чувствует наша традиционная отрасль виноградарства и виноделия, потому что сокращен импорт западных вин, и, соответственно, легче реализовывать продукцию нашим виноделам. И у нас эта отрасль успешно развивается, и не только те традиционные предприятия, которые были у нас, развивается Севастопольский терруар, множество маленьких винодельческих предприятий, которые уже завоевали значительную долю рынка и пользуются успехом. У нас неплохие шансы имеет развитие туризма, хотя, говорят, тяжело, сейчас логистика непростая. Но и выехать за границу сейчас тяжелее. Поэтому для тех, кто грамотно пользуется ситуацией, тут открывается, что называется, окно возможностей. Наконец, военно-промышленный комплекс. Севастополь всегда был силен своим военно-промышленным комплексом. Сейчас, когда в связи с проведением специальной военной операции спрос на военно-техническую продукцию возрос, у нас есть этот потенциал. Он используется далеко не в полной мере. Его надо развивать. Это перспектива. Как раз немного предвосхитили мой следующий вопрос. Он как раз заключался в том, на какие отрасли нужно городскому правительству уделить внимание в виде дотации, поощрения, чтобы у нас увеличивались отчисления в казну, в том числе и росла доходная часть. В этом плане я считаю, что нужно развивать не только традиционные отрасли, о которых мы говорили. Конечно, наибольший потенциал в высокоинтеллектуальной, в высокотехнологичных сферах. И Севастопольский государственный университет дает нам возможность развернуться благодаря той школе, которая там есть. И потенциальный спрос на продукцию этого направления тоже достаточно серьезный. Но я думаю, что не надо ограничиваться только этими сферами. То есть у нас уже сейчас выстроена система, которая, в принципе, готова поддерживать все направления бизнеса. Вот только в бюджете этого года у нас заложено на поддержку промышленности порядка 100 миллионов рублей, на поддержку сельского хозяйства 200 миллионов рублей. Но на самом деле суммы поддержки будут значительно больше. Почему? Потому что эта система работает таким образом, что наши севастопольские бюджетные деньги используются не только для финансирования, а для софинансирования. То есть мы, выделяя, допустим, миллион рублей, можем претендовать на то, что нам дополнительно дадут еще 5, а то и 8-9 миллионов рублей сверху из профильных федеральных фондов по развитию того же сельского хозяйства или промышленности. У нас есть система не только компенсации затрат, то есть это прямые гранты. По сути, деньги, которые не надо возвращать предприятиям. У нас есть другие формы поддержки, как фонды гарантирования, которые тоже существуют за счет нашего бюджета. Фонды краткосрочного кредитования. Есть у нас такой при правительстве, при департаменте экономики. Есть гранты для молодых предпринимателей. То есть вот если уже зарекомендовавшее себя предприятие, оно может получить от нас поддержку на 3-5 миллионов. Если совсем молодой начинающий предприниматель, то он может рассчитывать на грант 100 тысяч, если он сумеет грамотно обосновать свой бизнес-план. А если он хочет, но не умеет, то тоже есть форма поддержки. У нас есть центр «Мой бизнес», который проводит семинары, тренинги, консультации делает для тех, кто хочет заработать. И у нас растет количество предпринимателей, растет количество самозанятых. То есть правительство, законодательное собрание использует очень широкий спектр поддержки бизнеса во всех направлениях. Это в том числе подтверждает, знаете, есть такой распространенный тезис о том, что для России люди — это новая нефть. То есть в Севастополе все время идет приток населения, люди к нам продолжают ехать. И как следствие, те же НДФЛ, платежи и так далее, все это учитывается в бюджете. Да, кстати, достаточно любопытный факт. Буквально сегодня узнал. Сегодня слушали отчет нашей городской налоговой. Поступление налога на доход физических лиц за первое полугодие больше, чем в прошлом году, на 38%. А что такое? У нас налоговая реформа с прогрессивной системой налоговложения, она будет введена только в следующем году. То есть это результат того, что просто выросли доходы наших севастопольцев. Вячеслав Викторович, вот такой вопрос очень интересный, особенно в последнее время. Какие инвесторы нужны нашему городу? Вот какие люди должны, люди, я имею в виду коммерческие структуры и так далее, должны приходить в Севастополь, чтобы вкладывать сюда деньги? Ну и мы, как горожане, получали достойный результат от их деятельности. Конечно, нам нужны инвесторы, которые хотят развивать город Севастополь. Нам интересны все сферы. То есть кто-то хочет вложить в туризм, пожалуйста. Кто-то хочет вложить даже в жилищное строительство, которое, по большому счету, для нас до сих пор не очень приветствовалось, поскольку наша инфраструктура не рассчитана на стремительный рост. Но сейчас реализуется подход комплексного развития территории. То есть хочешь построить жилой комплекс, пожалуйста, возьми на себя обязательства и построить соответствующую социальную сферу. Детские садики, поликлиники, школы. Есть инвесторы, которые на себя такие обязательства берут. С ними город заключает соглашение. По-моему, шесть у нас таких соглашений заключено. По комплексному развитию территории. Это грамотный, серьезный подход. Таких инвесторов, которые хапнули кусочек, выстроили, впихнули высотку, потеснив соседей, вот такие инвесторы нам не нужны. Те, кто готов провести реконструкцию там имеющихся объектов и использовать их более эффективно, пожалуйста, пусть работают. Кто хочет на месте так называемого овощного магазина построить высотку, нет, таких мы не приветствуем. Спасибо, не надо. Вячеслав Викторович, в завершении беседы многие горожане жалуются на уровень цен. То есть у нас, например, цены по некоторым категориям товаров, такие же, как, например, в Москве. С другой стороны, я недавно встретил статистику о том, что у нас в городе как-то колоссально выросло количество вкладов у населения. То есть, по сути, участие горожан, деньги есть. Вот как можно объяснить такое противоречие? Да, действительно, в Севастополе не все люди получают высокие доходы. Средняя заработная плата Севастополя, она сравнительно низкая, ниже среднероссийская. Это однозначный факт. Однако у нас есть достаточно значительная категория людей, которые получают высокие доходы. И есть еще один момент. Часть доходов населения просто официально не отражается. У нас довольно много моряков загранплавания, которые получают доходы где-то вдали, соответственно, в иностранной валюте. Это статически не отражается. Много военных, у которых есть тоже специфические формы поощрения. Много людей, которые фактически проживают здесь, в Севастополе, заработав где-то, условно говоря, на северах. Далеко не все они здесь зарегистрированы, прописаны. Они формально, может быть, получают доходы где-то там, а тратят деньги здесь. В результате у нас платежоспособный спрос очень высокий в Севастополе. В среднем спрос высокий, но это, естественно, отражается на ценах. Конечно, второй фактор еще то, что мы немножко тупиковый город. И хотя в этом направлении логистика улучшается, вы знаете, что построили новые обходные дороги для грузового транспорта в обход Керченской паромной переправы. Но все равно доставка грузов сложнее и по времени дольше, и дороже немножко. Это тоже отражается на ценах. Но в этом направлении правительство работает. Есть планы построить мощные склады, оптовые базы здесь, в Севастополе. Если это будет реализовано, это даст шанс цены все-таки снизить, приблизить к среднероссийскому уровню. Ну и если зайдут еще, конечно, крупные российские сети, которые уже должны зайти. Сбербанк зашел, уже торговым сетям тоже пора заходить в город Севастополь. Я рассчитываю, что это должно произойти в ближайшее время. Вячеслав Фикторович, я благодарю вас за очень интересную и полезную беседу. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили на тему финансов и городского бюджета. И у нас в гостях был Вячеслав Аксенов, депутат Законодательного собрания Севастополя. Спасибо вам за внимание и оставайтесь на телеканале НТС.